Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. За российский счет уже не получается строить свою экономику, как прежде, и в таких условиях требование выплатить задолженность может выглядеть не совсем хорошо по той причине, что Молдавия стремится в Европу. Поэтому можно было бы это учесть и отнестить с пониманием к тому, что они несколько лет не платили за российский газ и обогащались за счет российской доброты. Просто им деньги сейчас очень нужны на формирование новой ориентированной на Европу элиты и делать это за счет России вполне удобно. Естественно, возможность требовать с них деньги за израсходованные ресурсы удивляет нежеланием войти в положение. Если в Газпроме будут постоянно настаивать на оплате газа, который в Молдавии, несмотря на договор, считали бесплатным, то это серьезным образом мешает распределять полученные финансовые средства между молдавскими компаниями и политиками. Кому это понравится? Россия и так заставила платить почти в два раза больше за то, что в Молдавии несколько лет бесплатно обеспечивали себя электричеством за счет российского газа, но люди и организации платили за электричество и газ как положено. Просто на преобразование нужны деньги и это является доказательством того, что без финансирования такой процесс невозможен. Когда представитель Молдавского ГОС. Предприятие энергоком Александр Слуцарь заявил о том, что в Газпроме могут потребовать выплату всего долга в ближайшие месяцы, это не прибавило оптимизма и сильно удивило, но самое главное. По его мнению, Газпром может наложить арест на молдавскую газотранспортную систему. Основную вину за такую ситуацию Слуцарь возлагает на политика с пыну подписавшего контракт, который предполагает недружественный шаг со стороны тех, кто столько лет бесплатно снабжал газом Молдавию и вместо денег получал лишь обещание о скорой выплате. Долг за несколько лет в определенный момент достиг 709 миллионов долларов, при этом газа было израсходовано всего на 433 миллиона долларов, остальное просто проценты. Нежелание России обеспечивать Молдавию за свой счет ставит вопрос о том, а зачем вообще Молдаве такие договоры, по которым нужно что-то платить. Обязательства перед Газпромом о проведении аудита не выполнено, приглашенные компанией из Британии и Норвегии не получили оплату за свою работу и это тоже вызывает вопросы. Почему Европа не хочет бесплатно делать для Молдавии такую важную работу, ведь в результате на газотранспортную систему может быть наложен арест? Вот если бы Молдавия не шла в Европу, то таких проблем бы не было, но политики хотят доказать, что эта республика может вписаться в дружную европейскую семью и получать все благо из европейского бюджета. А люди смогут ездить в Париж пить кофе. Одни уже съездили. Хотя с другой стороны Молдавия десятки лет получала российский газ за бесценок и не смогла развить свою экономику, даже надои молока сократились в 4 раза. Так может дело в другом. Конечно, в Молдавии удивлены требованием России вернуть долг, ведь в таком случае идти в Европу за российский счет станет невозможно, а тех мизерных кредитов, которые выдает Евросоюз, едва хватает на обеспечение приемлемого уровня жизни небольшой группы, ориентированных на ЕС-политиков. Жители Молдавии, конечно, выплатят эти кредиты, они же платят исправно за газ и электроэнергию. Правда, деньги куда-то деваются, но без российского бесплатного газа будет гораздо труднее. Ставьте лайк, если бы тоже на месте Газпрома не субсидировали всех, кого попало. Россия отказывается поставлять в Швецию сырье, древесину и металлы. В Европе не перестают оказывать влияние на торгово-экономические отношения с Россией и результат не совсем радует владельцев европейских компаний. Вместо того, чтобы принимать чужие правила, в России, наоборот, решили оттеснить европейских управляющих от своих сырьевых рынков. Швеция на себе сполна ощущает новые подходы как со стороны Европы, так и со стороны России. Обеспечивать свое благосостояние за счет российских ресурсов там в прежних объемах уже точно не могут, ведь торговля с этой страной сократилась на 90%. Получается, Россия перестала снабжать Швецию своими недорогими ресурсами. Если посмотреть, что именно Швеция покупала у России, то там привычный набор для любой европейской страны, топливо и нефтепродукты составляют почти 40%, химическая продукция – 38%, металлы – 9%, древесина – 6%, продовольствие – 4% от двухстороннего товароборота. То есть выходит, что Швеции от России нужны были только одни ресурсы, которые они потом перерабатывали и продавали обратно в Россию и в другие страны в виде продукции с высокой добавленной стоимостью. Сальдо складывалось отрицательное. В целом торговля составляла не более 5 миллиардов долларов в год, но потом в Швецию было продано российской продукции всего на 240 миллионов евро. Естественно, шведские товары России не особо нужны, а вот российское сырье для шведской экономики играло довольно важную роль. Если в России с легкостью заменили шведские товары и даже не заметили этого, то для Швеции в вопросе снабжения ресурсами все обстоит гораздо сложнее. Российская древесина, металлы и углеводороды не обеспечивают шведскую промышленность сверхприбылью, а дорогостоящие привозные ресурсы забирают у шведских компаний большую часть финансового дохода. Снабжение Швеции российскими ресурсами по сути происходило в основном через прибалтийские и финские порты, но российский транзит в том направлении сошел на нет. А налаживать новые маршруты через Санкт-Петербург и Усть-Лугу, конечно, не так легко для шведских компаний в связи с загруженностью портовых мощностей. Стоит отметить, что сокращение торговли России и Швеции на 90% является самым интенсивным по сравнению с остальным Евросоюзом, который уменьшил закупки российских товаров лишь на 5%. В Германии были неудовлетворены намерением прекратить поставки недорого российского газа после того, как немецкие владельцы присвоили себе дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром Германии». Назвав вновь сформированную компанию «Сефий», там странным образом надеялись на работу прежних контрактов, хотя очевидно, что они больше не имеют юридической силы после преобразования. Немецкие политики не ожидали, что стремление России уйти от прежней схемы снабжения окажется таким стремительным, там явно рассчитывали на медлительность в таких важных экономических вопросах, но реальность расставила все по своим местам. Швейцарско-нидерландская компания трейдер «Виттл Смарта» перестала осуществлять торговлю российским сырьем, исключения составляли оформленные ранее действующие договоры. В Германии были уверены, что отобрав у «Газпрома» немецкий филиал, они сумеют сохранить прежнюю кооперацию. В «Сефи» хотели вычерпывать из России природный газ по прежней стоимости и продавать в Индию со своей наценкой. Классно, правда? Но в России быстро пресекли подобную деятельность, с мая компания «Сефи» не может получать газ из Ямала, что было воспринято в Германии совсем без радости. «Виттл» в принципе хотела бы осуществлять трейдерские поставки и зарабатывать на этом, но в России четко дали понять, что по отношению к Германии такие схемы не будут работать. Контракт между индийской компанией и бывшим немецким «Газпромовским» филиалом был до 2041 года. Вы представляете, какая схема оказалась нарушена? 2-5 миллионов тонн российского природного газа в год больше не будет поступать через «Сефи», но трейдерская организация «Виттл» в принципе мало что потеряет, она будет просто обеспечивать доставки в Индию по другому контракту «Газпрома». А вот немецкий филиал в данном случае просто останется в стороне, новый термин это движение действительно актуален. Но если в Германии хотят снабжать Индию по прежнему контракту до 2041 года, то им придется поискать другие источники жиженного газа, Россия тут ничем помочь не сможет. Немецкая экономика и так долго развивалась за счет недорогих российских ресурсов, но требования Германии вернуться к прежним условиям остаются неуслышанными и вызывают удивление за рубежом. А теперь самое интересное, в Инди требуют от «Сефи» своими силами обеспечить поставки топлива по прежним контрактам. Представляете ситуацию, в которую попала немецкая компания? Доступ к Ямалу для нее перекрыли, а обязательства необходимо выполнять, поэтому спор там будет серьезным и кому-то придется заплатить за решение своей репутации. С мая вновь образованная немецкая компания уже отменила поставки 17-й тип артии жиженного природного газа в Индию и сегодня спор вышел на дипломатический уровень. В Индии не хотят терять выгодный контракт, цена на природный газ в котором была намного ниже, поэтому их переживания можно понять. «Сефи» в свою очередь требуют от «Виттл» возобновления поставок, но как может швейцарско-нидерландская фирма это сделать, если он просто трейдер и перевозчик? Пусть в Германии не трогают эту уважаемую компанию «Виттл» и не запрещают перевозить российское сырье, она помогает России транспортировать газ в разные страны и для них на этом поприще есть очень много работы. Хочется пожелать успехов «Сефи» в вопросах обеспечения недорогим природным газом и индийскую организацию «Гаил Инди» ЛТД до 2041 года. ФРГ отобрали у «Газпрома» его немецкий филиал, поэтому должны были подумать заранее о тех контрактах, которые были ранее оформлены и не забыть их выполнить. Ставьте лайк, если бы тоже на месте «Газпрома» отказались служить интересам чужих стран.